На Артик ТВ время новостей в студии Максим Галямин. Здравствуйте! И коротко о главных темах этого выпуска. Вопреки ограничениям, турецкий консул посетил Мурманск. В поисках должников. Также должник несет дополнительные расходы при неуплате. Это пение, исполнительный сбор и госпошлины. Судебные приставы и налоговая продолжают рейды по всей области. На острове Непослушание. Я думаю, что зрители получат большое удовольствие. Большой спектакль для маленьких зрителей. Шойгу поручил довести число контрактников до 695 тысяч человек. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны, в котором принял участие и глава государства. При этом президент России Владимир Путин отметил, что не планируется заниматься милитаризацией страны и экономики. Однако со всеми предложениями Шойгу по дальнейшим структурным изменениям в вооруженных силах он согласился, в том числе с поэтапным повышением призывного возраста. При комплектовании вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный повысить до 30 лет. Обеспечить возможность пожеланию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу, заявил глава Министерства обороны. Представители администрации Мурманска провели рабочую встречу с Генеральным консулом Турецкой Республики в Санкт-Петербурге. Главный вопрос повестки – развитие новых направлений сотрудничества в сфере рыбохозяйственного комплекса судостроения и туризма. Турция входит в десятку крупнейших экономических партнеров Мурманской области. По итогам 21 года, отмечают специалисты. Главным вопросом остаётся развитие новых направлений сотрудничества в сфере рыбохозяйственного комплекса судостроения и туризма. Конечно, мы хотим развивать экономическо-торговые отношения и с Мурманском, и с Мурманской областью. Генеральный консул Турецкой Республики в Санкт-Петербурге Асгюн Талу прибыл с рабочим визитом в Мурманскую область несколько дней назад. По словам властей, приоритетами в отношениях столицы Заполярья, например, с городом Аланье, остаётся культурное сотрудничество. Особое внимание уделяется оздоровлению мурманчан, в частности, детей и подростков. Между одним из университетов Аланьи и Арктическим университетом Мурманска были подписаны соглашения о сотрудничестве. Аланье имеет возможность предоставить все условия для организации учебно-тренировочных лагерей для мурманских спортсменов. Не менее важная новость сотрудничества в сфере туризма. Я знаю, что жители Мурманска, так же, как и многие жители России, летом ездят в Турцию. Поэтому наши пляжи, наше солнце, тёплое море – они так известны. Но помимо этого в Турции есть ещё огромное количество мест, которые необходимо открыть для себя, которые заслуживают этого и стоит работать именно над ними. Встреча с представителями администрации города Мурманска станет для представителя ДИП-миссии последней рабочей в этой поездке. До этого генконсул обсуждал деловые вопросы с главой региона и министрами областного правительства. Мурманск можно назвать не только промышленным, но и безопасным городом. На территории областного центра военнослужащие морского отряда войск и национальной гвардии завершили комплекс практических тренировок в полевых условиях. По имеющейся информации, на территории охраняемого объекта работает диверсионно-развездочная группа противника, ориентировочно до трёх-четырёх человек. Наша задача – выдвинуться в район выполнения задачи, найти и ликвидировать, или задержать членов ДРГ. Для начала бойцам нужно было развернуть и оборудовать лагерь на полигоне. В течение нескольких дней они оттачивали навыки тактической, инженерно-сапёрной и медицинской подготовки. Занятия завершились учебно-боевой задачей по поиску и обезвреживанию условных преступников. Для выполнения такого рода задач спецназовцы использовали специальные образцы разведывательной техники, чтобы как можно более незаметнее обнаружить диверсантов. Также они отработали различные сценарии обезвреживания противника, в том числе с помощью беспилотника. 15 лет в заботах о нуждающихся Полярненский комплексный центр социального обслуживания населения отметил свой юбилей. Ежедневно его специалисты взаимодействуют с пожилыми людьми, инвалидами и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Поздравления люди с большим сердцем принимали от партнёров, коллег и друзей. Здесь нет случайных людей, поэтому совершенно не случайно в социальной сфере много лет назад оказалась Елена Прилукова. Начинала нынешний заместитель директора с работы воспитателя в группе для детей, находившейся в тяжёлых жизненных обстоятельствах. Далее прошла путь от социального педагога до заведующего отделением для несовершеннолетних, но при этом сумела сохранить те черты характера, которыми обладают истинные добряки. Социальные работники должны обладать какими качествами? Доброта, сопереживание, идти быстро, не раздумывая, на помощь. И я так думаю, в нашем коллективе остаются люди такие. Приходят, если это не их работа, они уходят, но в основном остаются. Юля Ушакова сравнительно молодой сотрудник в комплексном центре социального обслуживания населения, который сегодня отмечает своё 15-летие. Она работает 8. Но за это время учреждение, благодаря постоянным новым методикам Юлии, участием в конкурсах и грантовой поддержке, смогло обзавестись фотостудией, кукольным театром, закупить необходимое для реабилитации и обучения детей-инвалидов оборудование. В торжественной обстановке руководство центра отметило заслуги соцработника, передав девушке приглашение на церемонию вручения стипендии, дарённой молодёжи региона от губернатора Мурманской области. Это первое денежное поощрение такого уровня, которое вручено сотруднику Полярненского центра соцобслуживания. Но даже это не повод останавливаться, уверена Юля. Она уже продумывает план работы инклюзивно-волонтёрского объединения, которое совсем скоро начнёт свою официальную деятельность. Его участниками станут выпускники центра и подростки группы социально опасного положения. Но это только малая часть того, чем ежедневно занимаются соцработники. Одной из самых нуждающихся категорий были и остаются люди пожилые, особенно одинокие и имеющие проблемы со здоровьем. На протяжении десятилетий даже у меня есть люди, с которыми я работаю много лет. Конечно, у нас отношения более близкие. То есть мы не просто социально работаем, мы уже друг. Да, наверное, друг в первую очередь. Об этом, как никто другой, могут рассказать сами подопечные. Зачастую вынужденные быть пленниками собственных квартир. А единственными гостями, долгожданными и такими нужными становятся люди с большим сердцем. Потому что нельзя жить без друзей, без помощников. Нельзя. Она меня вдохновляет очень сильно. Очень. Я ее всегда очень жду. Всегда жду. Без этого нельзя жить. Одинокому человеку, можно так сказать. В этом году Полярнинский центр комплексного обслуживания населения возглавил рейтинг самых лучших региональных учреждений социальной помощи, согласно независимой оценке качества услуг. И, конечно, без наград за труд, профессионализм и личный вклад его сотрудникам не обошлось. Почетными грамотами и благодарственными письмами различных уровней отмечены около 20 лучших работников центра. Звезды спорта в администрации Мормонска подвели итоги уходящего спортивного года. Отличившиеся активисты, тренеры и ветераны сферы получили премии и награды. Как прошла встреча, смотрите в нашем следующем сюжете. Людмила Семеренко – мастер спорта СССР по плаванию, отличник физической культуры и спорта. Этому делу посвятила всю свою жизнь и останавливаться не собирается. Уже в зрелом возрасте Людмила Александровна стала четырежды чемпионкой мира по зимнему плаванию. Сегодня ей вручили знак «Почетный ветеран спорта». Вы знаете, я хочу в канун Нового года поблагодарить нашу организацию. Потому что, когда я пришла в 2000 году, у меня муж был военным, и нас перевели сюда служить. Я пришла устраиваться на работу, хотя до этого была уже руководителем большой детской спортивной школы. Ну, в общем-то, об этом можно много говорить. Но, тем не менее, мое предприятие, мое, на котором я работаю уже 22 года, оно оказало мне доверие, чтобы я стала руководителем плавательного бассейна. Также знака «Почетный ветеран спорта» был удостоен Михаил Александрович Гаврилов, президент Федерации бильярдного спорта Мурманской области. Он с улыбкой вспоминает, как развивался бильярд в 90-е годы. Пригласили на турнир в Петрозаводск, и там так это было здорово. В такие непростые годы, и там так веяло теплом и добротой, что я, когда вернулся оттуда, стал делать какие-то турниры. И, конечно же, в этом деле очень здорово помогало телевидение. За успехами спортсменов всегда стоят их наставники. Именно они получили премии и награды. Люди, которые внесли большой вклад в развитие спорта в Мурманской области. Анна Шинкаренко, Данила Клепиков, Арктик ТВ. Скоро Новый год, а значит, все плохое нужно оставить в старом. Судебные приставы напомнили о необходимости погашения задолженности. Совместные с налоговой службой рейды состоялись в Кандалакше, Апатитах, Кировске, Мончегорске и Мурманске. В Мурманской области стартовала профилактическая акция «В Новый год без долгов». Судебные приставы и налоговые инспекторы выявляют неплательщиков и призывают граждан погасить имеющиеся задолженности в кратчайшие сроки. Чтобы не обращать себе проведение новогодних праздников и во избежание негативных ситуаций, гражданам мы советуем узнать о своей задолженности либо на официальном сайте службы судебных приставов Мурманской области, либо через единый портал государственных услуг. С помощью программного комплекса «Дорожный пристав» можно считать государственный регистрационный знак на автомобиле и проверить в базе, есть ли у владельца транспортного средства задолженность. При обнаружении неплательщика судебные приставы имеют право наложить арест на его денежные средства в банках, автотранспорт и иное имущество. Скажите, пожалуйста, о своей задолженности знаете? Да. Мы пришли к вам в цели ареста офисе имущества, а именно легкового автомобиля, принадлежащего вам на праве собственности. Рейды проходят на парковках торговых центров, автостоянках и придомовых территориях. Оплата налогов является конституционной обязанностью каждого гражданина Российской Федерации. При неуплате налогов и сборов налоговым органам применяются меры принудительного взыскания задолженности в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Также должник внесет дополнительные расходы при неуплате – это пение, исполнительный сбор и госпошлина. С начала года окончено 553 тысячи исполнительных производств. Судебными приставами взыскано 18 миллиардов рублей. Акция в Новый год без долгов продлится до 30 декабря. Михаил Мишустин вручил престижную премию правительства в области науки и техники сотрудникам морской арктической георазведочной экспедиции. Награду специалисты получили за разработку и внедрение инновационной цифровой системы морской сейсморазведки КРАП. Похожа ли установка на своего живого донного собрата и какие задачи способны решать, расскажет Екатерина Дементьева. Премия правительства Российской Федерации в области науки и техники – это престижная награда, которую присуждают ежегодно за уникальные разработки. В этом году звание лучшего также удостоился проект морской арктической георазведочной экспедиции. Начиная с 2016 года мы начали разрабатывать так называемые донные станции КРАП, которые позволяют нам с полной точностью определять тот или иной резервуар углеводородов, позволяют мониторить, как он меняется в процессе добычи и, соответственно, делать сейсморазведку более детальную, четырёхкомпонентную, которая позволяет более точно определять те или иные залежи месторождения. Цифровая система морской сейсморазведки КРАП – инновационная и уникальная. Такие устройства лишь недавно начали внедрять в мировую практику. Особенности этих станций – это, конечно, работа на больших глубинах, работа в арктических морях с низкой температурой. Ну и на сегодняшний момент более 90% всех компонентов, которые там применяются, они отечественного производства. На данный момент в парке МАГЭ около четырёх тысяч станций, которые уже работают на шельфе Охотского моря. Это стало возможным благодаря сотрудничеству компании с «Газпромом». Это что-то по типу гиктофона, только вместо микрофона у него ортогональная тройка гиафонов и один гидрофон. И вместо акустического звука на микрофон мы пишем упругие волны. В станциях КРАП установлен хороший кварцевый генератор с малым временным уходом, что позволяет получать качественные данные и выгодно отличается от иностранных аналогов. За четыре года совместных работ будет исследовано тысяча квадратных километров подводных территорий. Раскладка и подъём оборудования ведётся двумя судами. Это позволяет вдвое увеличить производительность работы. Затем над разложенными линиями проходит судно-пингеровщик для уточнения их положения на дне. И только после этого к работе приступает судно-источник. Также в проекте задействовано судно-снабжение, обеспечивающее доставку продовольствия и необходимого оборудования и персонала. Магэ не планирует останавливаться на достигнутом и уже увеличивает парк донных модулей и разрабатывает модернизированную версию КРАБа для ещё более точной разведки нефтегазовых месторождений. Музыка «Родина память» в Гаджиевской школе искусств реализует большой музыкально-патриотический образовательный проект, во время которого своим опытом делились мурманские педагоги. Итоги обучения юные музыканты представили на конкурсе. Он тоже часть учебной программы. Флейта, фортепиано, барабаны и даже мелодика. На чём только не играют в музыкальной семье Павла Фёдорова. Любовь к инструментам, признаётся, Паша родилась у него не сразу. В начальной школе парень и близко не подходил ни к клавишным, ни к струнным. Зато теперь осваивает как минимум четыре музыкальных направления. Особая страсть к скрипке. Да не знаю, как-то просто скрипка, такой экзотический инструмент. Я его никогда не слышал. И решил просто на нём поиграть. И будет всё. Были какие-то трудные моменты, когда я прям думал, нет, ну всего я устал. Ну всё равно опыт такой в жизни должен быть. А это даром ничего не пропадёт. Мелодии из композиции Баха, которые сегодня исполнил юный музыкант, прозвучали в зале Детской школы искусств Гаджиева. Именно здесь состоялся 20-й открытый конкурс инструментальной музыки имени Магомета Гаджиева. Однако это лишь часть большого проекта «Музыка. Родина память». Его авторами стали местные педагоги. А музыкальный конкурс – это вторая ступень программы. Первая представляла собой серию мастер-классов для юных музыкантов струнно-смочкового, народного, оркестрово-духового отделений и пианистов от преподавателей из Мурманска. Ну, сами понимаете, что мы живём как бы в отдалённых городах. Не у всех есть возможность, не у всех хватает времени выехать в колледж, допустим, договориться с преподавателями. А здесь получается, что преподаватели сами приезжают к нам. То есть члены жюри, которые у нас сегодня будут в Мурманском колледже искусства, они как раз и проводили эти мастер-классы. То есть они смогут оценить, что ребёнок сделал с ноября месяца вот до сегодняшнего дня. Алиса Киреева перед выходом на сцену хоть и несколько волнуется, чётко помнит всё, на что обращали внимание музыканты-профессионалы на мастер-классах. Меня обучали там, говорили чуть поярче и не бояться ошибок и играть без страха. Просто как будто бы ты играешь на себя и там никого нет. Следующей частью реализации проекта, воплощаемого при поддержке президентского фонда культурных инициатив, также станут мастер-классы, но уже и для художественного направления. Для обучающихся приглашены мастера художественного искусства. А в конкурсную программу включат исполнителей сольного пения. В областном драматическом театре состоялся предпоказ музыкальной сказки «Остров непослушания» по мотивам повести Джеймса Барри «Питер Пен». Что ждёт юных зрителей, смотрите в сюжете Анны Шинкаренко. Перед вами мальчик, который не хочет взрослеть. Его имя знают многие. Это Питер Пен. Главный друг сорванца – девочка Венди, которой суждено в волшебной стране играть маму-непосед. Тук-тук-тук! Кто там? Это вы! Это вы! Я, Рев, Куб! Тётенька Венди, будь нашей мамой! На сцене областного драм-театра юных зрителей ждёт приключения с драками, выстрелами, русалками, полётами и волшебством. Как отмечает один из режиссёров-постановщиков, идея пришла ещё года два назад. И сейчас, наконец, удалось её осуществить. Почему мы всё-таки не остановились, допустим, на названии классическом «Питер Пен», а назвали «Остров непослушания»? Потому что здесь главные герои – это дети. Дети, которые играют, которые шалят. И где они это делают? Конечно, в мире их фантазий на острове непослушания. Сказка предлагает пройти всем через испытания. И в заключении понять, что главный человек в жизни каждого остаётся мама. Для меня камертоном всегда является, если у меня слёзы наворачиваются, значит, то, что надо. У меня наворачиваются на этом спектакле слёзы, когда какие-то грустные моменты связаны с мамой, с семьёй. Поэтому я думаю, что зрители получат большое удовольствие. Режиссёры обещают, что в сказке будет много смеха, музыки и интерактива с детьми. После спектакля Питер Пен и Венди пригласят зрителей в фойе театра для встречи Нового года. Юных северян ждут персонажи спектакля «Подарки» и «Дед Мороз». Премьера состоится в пятницу, 23 декабря. Анна Шинкаренко, Данила Клепиков, Арктик ТВ Здоровые ноги – лучший подарок для молодых мам. Именно его сделал популярный в Мурманске хирург для северянок. Фрибовок Руслан Мамедов провёл бесплатные операции при варикозе 12 женщинам в декрете. 12 мам из Мурманской области стали счастливыми обладательницами здоровых ног. Получили девушки такой шанс благодаря конкурсу, проведённому филибологом Русланом Мамедовым в клинике «Доктор Север». Впервые знаменитый врач устроил такую акцию, как подарок на Новый год. В целом беременность довольно негативно сказывается на венке, потому что нагрузка на организм довольно большая и может спровоцировать появление варикоза. Даже у тех, у кого его не было. Тем более, когда беременность уже не первая, вторая, третья. Бывают пациентки, у кого пять детей. Именно поэтому операции проводили для мам, находящихся в декрете. Ведь у них очень часто не хватает времени, чтобы заняться своим здоровьем. А оно самое главное. 39-летняя Мария из Североморска растит троих детей. Ещё после первой беременности у неё появился варикоз. Тогда девушка сделала хирургическую операцию на одной ноге. А спустя годы вылечила вторую. Уже лазерным методом в клинике «Доктор Север». Клиника отличная, приветливый персонал, очень хороший доктор. Желаю только им развития на самом деле. Современный лазерный метод лечения, которым владеет доктор Мамедов, позволяет проводить операцию очень быстро, максимум за час. Без наркоза и, главное, разрезов. А это значит, что сразу после лечения пациентки на своих уже здоровых ногах уходят домой. Никаких болевых ощущений. Замечательный доктор, который поддерживает тебя на протяжении всей операции, общается с тобой, предупреждает тебя о всех манипуляциях. То есть всё доступно, всё подробно. Вообще супер. Благодарна я Руслану Ильдаровичу за проведённую операцию и за шанс быть с новой ножкой. Варикоз не приговор. Почувствовать вновь лёгкость в ногах, увидеть их красивое отражение в зеркале всегда помогут опытные врачи в клинике «Доктор Север». А их главный врач Руслан Мамедов напоминает молодым мамам, что проходить обследование у флеболога нужно раз в год. И на этом у нас всё. Больше новостей смотрите на нашем сайте arcticdefis.tv.rf и в официальной группе телеканалов в социальной сети ВКонтакте. Далее вас ждёт прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. В четверг 22 декабря ночью температура по области составит от минус 16 до минус 10. Днём в Мормонске и Североморске минус 9. Ветер восточный, до 2 метров в секунду, небольшой снег. В Никеле минус 7, в Мочегорске минус 9, в Апатитах и Ковдоре также 9 градусов ниже 0. В Кандалакше и Полярных Зорях 8 градусов со знаком минус. Редактор субтитров А.Семкин